Добро пожаловать на канал Андрея Грини и в игру Сабнатика. Сейчас идти не собираюсь. Пойдем лучше сначала посмотрим базу. Посмотрим, что доступно нам здесь. Как я понимаю, за этой дверцей, за этим силовым полем будет какой-нибудь источник данных. Да, я его даже, кстати, вижу отсюда. Давай посмотрим, что это такое. А, нет, это синяя скрижаль. Это ключик. Это ключик для чего-то, да? Куда-то нас с этой синей скрижалью пустят. Гладкий и холодный, с излучающим синее свечение инопланетным символом, похожим на заглавную букву N. Несмотря на то, что эти устройства однозначно являются частью системы контроля доступа, для тех, кто создал, их размер предполагает какие-то дополнительные функции. Ну, это мы уже в курсе, на самом деле. Примерно то же самое мы читали с фиолетовой скрижалью. Пойдем дальше посмотрим. Так, это, как я понимаю, выход, да? То есть мы вернулись к выходу. Иди сюда ко мне. Ой, господи, ты кто? Подожди, нет, это же не тот выход, по-моему. Или мне кажется. Или я пришел туда же, где я уже до этого был. Что-то, блин, здесь все такое одинаковое. Вот когда они все это строили, они не задолбались, нет? Ой, подожди, ты кто? Инопланетный робот? Да здрасте, приехали. Ну, давай исследуем, кто ты такой. Данное устройство по происхождению инопланетное. Хотя его конструкция относительно проста. Назначение. Его относительная безвредность идет в разрез с продвинутыми технологиями, которые, по всей видимости, были доступны его разработчикам. Что свидетельствует о том, что оно призназначено больше для патрулирования инопланетных комплексов и ремонта повреждений инфраструктуры, а не для защиты от вторжения. Конструкция. Несмотря на простую конструкцию, данное устройство элегантно в своем минимализме. Четыре электромагнитные ноги позволяют ходить по полу, стенам и потолку с неплохой скоростью и, по всей видимости, могут заменяться. Внутри имеет мало движущихся частей, что делает конструкцию энергоэффективной и устойчивой к износу от времени. Перезаряжаемый запас питания на ионной основе поддерживает его работу. Оценка. Обездвижить и доставить корпорации Альтера для взаимной выгоды. Ну окей. Единственный способ, как его обездвижить, лично я знаю... Да, один. Ножом. Так, только я боюсь, что он развалится к фигням собачьим. Да. Сдается мне, от него ничего не осталось и доста... Ну ладно, выгоды не будет. Черт побери. Выгоды не будет. Ладно, пойдем дальше, посмотрим, что мы еще сможем обездвижить и доставить Альтере для взаимной выгоды. Так, тут, во-первых, есть ионный куб. Давайте мы его заберем. Он нам может пригодиться. Много для чего. И терминал базы данных. Данные по ископаемым. Информация об ископаемых, добытых из вулканической породы, выкопанной для постройки этого инопланетного комплекса. Имеет возможность экстраполировать ряд ключевых тенденций. Генетическое расхождение. Инопланетяне записывали данные по эндемическим органическим останкам, образовавшимся в промежутке от 10 тысяч до 1000 лет назад. Записанные виды удивительно слабо пересекаются со встреченными до сих пор на 45-46b. Вымирание. Образцы грунта тысячелетней давности содержат на 300% более высокую концентрацию органических останков, чем грунт в среднем. Данные предполагают возможность массового вымирания, уничтожившего большинство видов и способствовавшего быстрой адаптации среди большинства оставшихся. Честно говоря, ни хрена не понял, но информация явно важная. Давайте посмотрим, что у нас за этим силовым полем находится. Применяем нашу фиолетовую скрижаль. И за этим силовым полем... Твою мать, что это было? Это было больно. Вы говорите мне, что эти жуки типа... Блин, по-моему, они обиделись на то, что я убил их собрата. Братишка, иди сюда, я тебе все объясню. Вот, видишь, а ты боялся. Так, ну это похоже на электростанцию, честно говоря. Давайте вот этих... Накажем вот этих вот подонков, которые нападают из-за угла. Подло. Говорили, что они нифига не охранники. А они как раз очень даже охранники. Че ты там сидишь, гнида? Сидит там в углу скотина бешеная. Ладно, пойдем сначала посмотрим, что там наверху. Я всегда обычно обхожу территорию по периметру. Смотрю, что там происходит. Че тут есть интересного. И здесь явно есть что-то интересного. Терминал базы данных. Синтезирование чертежей ионной энергии. Из инопланетных данных. Чертежи сохранены в базе данных. Вот они. Ионная батарейка. И рядом ионная энергия ячейка. Я думаю, что емкость у них будет побольше. И вообще вещь будет более полезная. Кстати, на нее ионный куб нужен фактически. И золото с серебром. Ну, мелочи. Особенно учитывая, что вот там вот можно было добыть ионные кубы. Да, сюда определенно надо прийти с крабом. Совершенно точно. Ну что, пойдем вниз, спустимся. Узнаем, что же там такое. Главное, чтобы током не дерануло. А то, блин, сейчас как шарахнет, блин. Волосы даже на лапке дыбом встанут от такой зеленой энергетики. Местополождение главного инопланетного комплекса обновлено. Вулканическая область, соединенная с данной пещерной системой на юго-юго-востоке отсюда. Понятненько. Так, а что, интересного нам тут скажут, не скажут? По ходу дела ничего не скажут. В общем, нам надо будет искать, куда идти. Давайте мы исследуем, что это вообще за теплоэлектростанция такая. Прочитаем, что там написано. Значит, данный комплекс напрямую передает местную тепловую энергию в электрический ток. Переделывает. КПД 90%. Большая часть этой энергии сохраняется в напоминающих аккумуляторах устройствах внутри самой станции. Каждая из которых способна снажать энергией небольшой город в течение года. Некоторая ее часть используется, по всей видимости, посредством передачи в другие комплексы на планете. Электростанция выглядит полностью автоматически и, судя по всему, бесперебойной. Ясно, понятно. Значит, это все-таки не тот комплекс, который мы искали. Иди сюда, гнида. Иди сюда, я сказал. Вот так вот. Ну, вот, в общем-то, мы его и нейтрализовали. Но как его Альтери отправить? Ну, я вижу только один единственный способ. Так, да. Ремонтировать его нельзя. Значит, его надо отправить Альтери вот таким вот способом. Мы принесли его, мать его, в жертву. Так, здесь у нас, конечно же, ничего не появилось. Кианита, кстати, маловато. Зато есть ионные кубы и даже один магнетит. Ну что, нам надо возвращаться обратно и искать другую базу. Я-то надеюсь, что это она и есть. Но, видно, Надежда умирает, как говорится, последней, да? Убив предварительно веру и любовь. Единственное, что я пока не обследовал на этой базе, это я не посмотрел, куда ведет вот этот телепорт. Давайте все-таки глянем, посмотрим. Блин, хочу ли я туда идти? Ну ладно, давай попробуем. Пока не переместишься, не узнаешь, хочешь ли ты туда попасть. Интересно все-таки, куда я сейчас попаду? Опаньки. Ну, в принципе, ожидать чего-то другого и не стоило. Но, кажется, я догадываюсь, где я. Скорее всего, это станция с орудием, да? То есть там, где у нас орудийная батарея была. Судя по всему, это именно она. И сюда нам идти, походу, дело немножко рановато. Здесь нам делать сейчас нечего, потому что мне надо сначала излечиться. И только после этого надо идти на эту базу. А раньше здесь делать нечего. Интересно, зачем, собственно, вообще нужен этот телепорт. Ну, полетели обратно, короче. Так, было бы прикольно, если бы я оказался в каком-нибудь другом месте. Блин, каждый раз, когда прохожу мимо этой кучи кианита, блин, ионных кубов, я хочу сюда прийти с крабом. Блин, я сюда точно приду с крабом, 100%. И надо будет его обязательно добыть. Потому что ионные кубы вещь полезная. Так, куда нам надо выходить? Вспомнить бы, на самом деле, где тут выход. Выход, по-моему, у нас где-то слева. Но сначала давайте возьмем кианит, я его уже вижу. Или киатин, блин, постоянно кианит. Вот, меня там поправляют периодически. Блин, ребят, вот реально, не все ли равно киатин или кианит? Какая нафиг разница? От этого что-то меняется? По-моему, ничего не меняется. Главное, это его количество. Вот чем его больше, тем лучше. От этого действительно что-то меняется. А от названия и перестановки букв в названии, я думаю, что здесь ничего не поменяется. Если бы здесь был какой-то другой ресурс с названием, допустим, киатин или кианит. Блин, я уже забыл, как этот называется. То тогда, да, это было бы принципиально. А сейчас, по-моему, поднасрать. Нифига себе, тут лава льется, блин. Хорошо они построили это здание. Ладно, все, давайте на выход. По дороге собираем ресурсики. Только, да, инвентарь-то полон. Давайте выкинем яйцо существа, наверное. Нафиг оно нам нужно? Даже два выкинем. Место освободили. Сейчас по дороге, может быть, нароем что-нибудь полезного. Кристаллическая сера. Еще киатин. Блин, кианит. Да твою мать, я сам уже запутался. Вы меня запутали. Вы меня своими комментариями запутали. Я теперь забыл, как это правильно называется. Кианит. Да. Так и надо серию назвать. Кианит или киатин. Или кианит-океатин. В общем, как-то так. Все. Идем постепенно вверх-вверх-вверх. И я надеюсь, что я сейчас... Подожди. Вверх-вверх-вверх и опять вниз. Что происходит вообще? Где выход? Как я ненавижу блуждать вот в таких местах. Ням-ням-ням. Эта карта мне ничего не говорит. У меня топографический кретинизм, когда я попадаю в такие пещеры. Вот в лесу никаких проблем. Вообще никаких проблем. Всегда знаю, в какую сторону идти. А здесь всегда не знаю, в какую сторону идти. Так. Где-то тут должен быть подъем вверх. Вот. Подожди. А что тут такое зеленое? Почему магма зеленого цвета была? Ну, фиг его знает. Так. Кристаллическая сера. Что-то мне подсказывает, что она нам может пригодиться. Вот. Вот. Надо было тупо упереться в стену. И потом подняться наверх. Слушай. Император. Ты меня извини, прости. Я тут мимо. Чисто-чисто мимо прохожу. Не обращай на меня внимания. Я маленькая мелкая букашка, вообще не требующая никакого внимания. Я просто проплываю мимо. Блин, только бы он меня не сожрал. Потому что, блин, да я у него как планктон между зубами пролечу. Хотя нет. Может быть застряну, конечно, между парой зубов. 300 метров. 300 метров до жизни. Я даже боюсь оборачиваться. Я очень боюсь оборачиваться. По-моему, он меня заметил. Так. Слушай, а если занырнуть в магму, может быть, он меня тогда не заметит? Ну, тогда меня никто не заметит. А-а-а! Не надо! Твою мать! Это у него отрыжка, что ли, была? Или он меня так рад видеть? Все. По-моему... Подожди, где? Где? Подожди. Где мой... Где циклоп? Твою мать! Он что, сожрал циклоп? Нет, он не мог сожрать циклоп. По крайней мере, так быстро. Вот он. Господи, все. Капец. Чтоб я еще раз сюда вернулся, да никогда в жизни. Ладненько. Я тут так подумал, на самом деле. Пускай пока циклоп здесь постоит, а мы вернемся своим ходом на базу. Я не хочу, честно говоря, проплывать вот по этим всем узким-узким коридорчикам. Ну, не коридорчикам, а, блин, пещеркам. Они не очень узкие, но для циклопа узковаты. Поэтому мы доберемся до базы самостоятельно, разгрузимся и подумаем, куда же нам дальше отправиться. Вообще, в идеале, я все-таки хотел бы, наверное, провести исследование дальнейшее на Крабе. А для этого нам, по-моему, его надо еще немножко проапгрейдить. У него, по-моему, нету последнего апгрейда на погружение. А там глубина будет приличная. 1400 метров они... Да, блин, не ори, я со зрителями разговариваю, скотина ты бешеная. Он, по-моему, еще и челюстями клацает, но я боюсь в ту сторону смотреть. Давайте добираемся быстренько до базы и посмотрим, что же у нас там с Крабиком и что нужно для того, чтобы его проапгрейдить. Или я уже делал апгрейд. Блин, у меня реально вот память дырявая. Абсолютно дырявая. Я совершенно не помню, что там у него и как с апгрейдами и с максимальной глубиной погружения. Давайте для начала покидаем все лишнее. Так, было бы куда только. Кристаллов у меня явно больше, чем места под эти кристаллы. Так, что там нужно, значит, для него? Модуль погружения. Титан, литий, кианид. В принципе, у меня все есть для того, чтобы сделать этот самый модуль погружения. Только надо базовую версию иметь. Окей, давайте подраскидаем сейчас все ресурсы. Так, 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 у тебя вообще доедритская сила. Мне надо было не это. Мне надо было посмотреть, где у тебя там твои апгрейды. Так, погоди, это тоже не апгрейды. Вот, здесь доступ к улучшениям. У тебя вообще нету, да? Да, у тебя вообще нету никакого модуля для погружения. Поэтому надо сделать базовый. И надо сначала посмотреть, во что он нам обойдется. По-моему, здесь что-то не хватает. Совершенно точно в этой комнате что-то не хватает. Нам надо сделать консоль улучшения транспорта. Нужен титан, микросхема и медный провод. Ну, я думаю, что на все это ресурсы у нас есть. Хотя, может быть, и нету. Может быть, для микросхемки-то и нету ресурсов. Давайте золотишко-серебришко заберем. Так, я пока еще на память не помню, что для нее нужно. Так, 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 так. Вот она микросхема, кораллы и медный провод. По-моему, все это мы уже привозили, нет? Медный провод у нас даже есть готовый. Так, надо что-то куда-то выкинуть. А, так, 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 так. Давай вот яйцо сюда переложим. Место освободилось. Теперь мы можем сюда коральчики положить. И вроде как можем сделать микросхему. Можем сделать? Да, можем сделать. Давайте сделаем микросхемку. Что там еще-то нужно? Если б я помнил. Так, проводочек возьмем. Что там для тебя нужно? А, титан, пять штук. Окей, ну титан, титан у нас есть совершенно точно. И его довольно прилично. Все, пойдем, пойдем сделаем это улучшательство. Надо только подумать, куда бы его воткнуть. Так, давай консолька. Вот, в принципе, ну да, наверное, здесь ты вполне себе нормально встанешь. Спасибо. Давайте переглянем, что там у нас по улучшательствам. Нас интересует модуль погружения. Пласталевый слиток, никелевая руда, три штуки, два рубина. Ну, рубины у меня точно есть. А вот со всем остальным, может быть, есть некоторые проблемы. Так, никелевая руда, это тоже у нас имеется? Главное, пласталевый слиток. Для этого нужен будет литий, по-моему, насколько я помню. Так, надо что-то куда-то убрать. У меня уже места здесь. Просто банально не хватает места. Надо все повыкидывать куда-нибудь. Так, титан у нас есть. Титановый слиток-то у нас есть. Не влезает все. Да ядрит, скажешь ты, сила. Куда что перекладывать? Вот литий точно не войдет. Да, там два лития нужно. Ладно, добро. Предлагаю воспользоваться комнатой для... Так, нам нужен чип интерфейса комнаты сканирования, чтобы я видел все, что происходит, собственно говоря, на экране монитора. Да? Угу. Берем все необходимые ресурсы. И делаем этот сраный микрочип. Окей, давай, изготовь его, пожалуйста. Ща все будет, ща все будет. Так, подожди. Эээ, не понял. Что за дичь? Почему он сюда не вставляется? Эх, не вставляется он, потому что Грини балбес. Этот чип вставляется в костюмы. Он уже давным-давно вставлен. Грини, ты идиот. Потратил кучу ресурсов просто в никуда. Так, улучшение скорости сканирования и прочего тоже, в принципе, можно сделать. Но меня больше другое пугает. Почему здесь нету вообще лития как такового? Он же в этой зоне просто разбросан кусочками. То есть, соответственно, он должен вполне себе здесь искаться. Но он не ищется. Ладно, давай хотя бы тогда перекусим. И потом, может быть, за это время что-нибудь у нас там найдется интересное. Пожалуйста, сюда. И надо посмотреть. Так, ну, поесть, естественно. Не, давай, давай еще немножечко. Еще, еще. Хочу вкусняшки. И плюс вот эта штука, наверное, тоже хочет вкусняшки. Нет, она не хочет, поэтому придется все съесть самому. Блин, главное, чтобы в костюм потом влез. Все, спасибо. Приятного аппетита мне. Пойду искать литий. Что делать-то? Короче, я вам ответственно заявляю, что без всяких комнат сканирования лития здесь вагонище. Лития очень много на... Ай, блин, жарко! Лития очень много на склонах вулканов вот этих вот, которые здесь вокруг в зоне расположены. Здесь реально лития дофига. Поэтому я собрал необходимое количество. И можно возвращаться до дома, до хаты и модернизировать нашего краба. У нас вроде бы для этого все есть. В принципе, там что, пласталевый слиток надо сделать, а все остальное у нас и так было. Все необходимые ресурсы на кармане. Давайте сделаем пласталевый слиточек. И спокойненько делать модуль погружения для нашего краба. Все, что необходимо, у нас есть. Спасибо. Теперь надо его модернизировать, этот модуль погружения. Еще на один уровень. Это делается вот здесь. Что для этого требуется? Кианит и титан. В принципе, все это у нас имеется. Надо только найти и вспомнить, где это у нас находится. Так. Кианит у нас есть. Титанчик у нас тоже имеется и в приличном количестве. Блин. Не помещается еще один слиток. Надо что-то куда-то скинуть. Где у нас литий? Вот здесь литий. Давайте весь лишний пока покидаем сюда. Вот так вот. И еще один титанчик. Спасибо. И нам доступен новый модуль погружения для краба. Спасибо большое. Пойдем теперь модернизируем нашего краба. И можно отправляться в путешествие в лавовую зону. Только неплохо было бы, наверное, с собой еще какие-нибудь батареечки, может быть, взять. Хотя там точно, там есть две батарейки, поэтому можно отправляться сразу в пекло. Или не стоит сразу отправляться в пекло. Как у нас тут вообще с батарейками? Где они тут у нас? Так, 168. Ну да, не очень на самом деле хорошо. Неплохо было бы сделать зарядку для энергоячеек, потому что на этой базе ее вроде как и нету. Что для этого требуется? Давайте посмотрим. Так, не в этом разделе. Вот здесь вот, да. Вот она, значит, расширенный комплект проводов. Рубинчики, титанчик. Все как обычно. Вообще, я давно думал, что надо такие вещи, как комплекты проводов и расширенные комплекты делать заранее, потому что они могут пригодиться. Но я, в принципе, уже сейчас все это сделал. Для вас это был щелчок пальцами. Для меня это было там минуты три работы. Потому что расширенный комплект, он делается просто не из бухты-барахты там, а из кучи всяких комплектующих. Но, тем не менее, зарядное устройство энергоячеек у нас и есть. Оно нам доступно. И теперь оно у нас появилось на базе. Было бы неплохо, я думаю, что сделать еще энергоячейки. Блин, ионные, конечно, было бы круто. Но пока я их делать не буду. Давайте сделаем, может быть, хотя бы обычные. Так, нам нужны батарейки. Да? По-моему, у нас здесь вот есть один кислотный грибочек. Пойдем посмотрим, что у нас там выросло. Ну, что выросло, то выросло. Два, три, четыре. И, по идее, надо бы посадить что-то в обратку. Так что давайте вот это на семена пустим. Посадим сейчас. Так, отлично. И вот эти вот давайте мы подберем. Блин, нехорошо получилось. Две дырки на грядке остались. Не люблю я, когда так остается. Ну, ладно, ничего страшного. Мы торопимся. Нам надо сейчас сделать батарейки. Подожди. Так, резинку мы взяли. Это уже для энергоячеек. Так, теперь нам нужна просто медь. И можно сделать батареи. Вот они, обычные батареечки. Две есть. Три есть. А, да. На четвертую не хватило. Ну, значит, сделаем одну энергоячейку. И батареечки у нас вот здесь в заряднике еще есть. Давайте одну возьмем. И сделаем еще одну энергоячейку. Так, нам на нее хватает. Нам на нее хватает. Прекрасно. Две энергоячейки у нас в запасе есть. Можно будет их вполне себе поменять. Или взять с собой на крабике. Также давайте с собой возьмем вот эту вот голубую скрижаль. Она нам, возможно, пригодится. И, наверное, стоит еще одну сделать скрижаль. На всякий случай. Потому что, мало ли, надо будет две двери открыть, допустим. У нас есть для этого кианит. Так что, почему бы не сделать? Там, вроде бы, на нее-то не так много всего и надо. Все лишнее мы выкладываем. Блин, чертова меню. Ладно, окей. Так, и нам надо сделать вот эту скрижальку. Все, у нас есть две скрижали. Мы практически готовы к бою. Ну, точнее, к походу. К бою я нифига не готов, потому что оружие нам не выдают. Сволочи. Никакого летального нету. А не летальное, нафиг оно и нужно. Ну что, краб, ты готов отправляться куда-то в бой? Надо поменять сейчас тебе энергоячейки. Одну поменяли. Давай вторую поменяем. Вот так вот на новенькую. И надо поставить на зарядку те две ячейки. Я думаю, что, в принципе, того, что есть в крабе, нам этого будет достаточно. Так что, пускай эти пока заряжаются, а мы пойдем путешествовать. Тем более, что, по-моему, в крабе было еще две ячейки где-то в багажнике. Ну что, крабик, поехали. Я хочу все-таки отправиться за ионными кубами. Да, мне скажут, что я трачу время зря, но я хочу это сделать. Только сначала я все-таки хочу... Блин, да не вовнутрь я хочу залезть. Я хочу отремонтировать. Почему я все время правую с левой кнопкой мышки путаю? Нам надо отремонтировать краба. Я даже не знаю, когда его успели так покоцать. Потому что там внизу, мне кажется, нас ждет масса проблем и сложностей. И хотелось бы, чтобы краб все-таки дожил. И я, соответственно, вместе с крабом тоже дожил. Ну что, отправляемся вниз. Тихонечко спускаемся. Притормаживаем. Я, кстати, не знаю, об дно можно расшибиться или нет. Черт его знает. Вот это призрачная хрень. Так, призрачная хрень. Не вздумай нас трогать, мы мимо проходим. Если пойдешь ко мне, я тебе дам в голову буром. И тебе это ни хрена не понравится. Ты меня понял? Я надеюсь, что он меня понял. Так, кварц нам не нужен, поэтому идем аккуратненько вниз. Главное сейчас не звездануться прямо в лаву. А это сделать можно. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Так, наш циклоп приближается. Приближается циклоп. Так, давай вот на этот выступ стены. Сейчас аккуратненько приземляемся. А, есть, получилось. Энергия восстановлена. Пошли дальше. Так, главное-главное не в лаву, пожалуйста. Пожалуйста, не в лаву. Что-то мне подсказывает, что может быть он, конечно, и прочный. И теперь у него есть апгрейд. Он теперь на 1700 метров может погружаться. Но если я аж грабанусь в лаву, то будет I'll be back в стиле терминатора. Это нам точно не в тему. Так, пойдем дальше. Это что у нас? Если это никель, то я его добуду. Нет, это серебряная руда. Ее я добывать не буду, потому что она нам не нужна. Окейушки. Пробираемся. Это что? Это титан. Его я тоже добывать не буду. Это килька в томатном соусе. Надеюсь, она нас не будет добывать. На стуран впереди. Ой, что это такое? Что там за пар такой? Нафиг, нафиг, нафиг. Аккуратненько по краешку, по краешку. Твою мать, кто там до нас докопался? Меня повредили на 5 хп. Но это не страшно. Давай, дотягивай, дотягивай, дотягивай. Есть контакт. Есть, приземлились. Нам надо вот тут замок. Но, блин, найду ли я туда вход? Вот так вот, прямо на крабе. Потому что он так это, обозначен довольно-таки, ну, неясно, неясно. То есть, зеленое свечение есть, но его издалека не видно. И главное нам сейчас не нарваться на императора. Потому что от него я на крабе-то точно не убегу. Так, вроде бы он где-то... Где-то он пока в другом месте обитает. Вот эти вот телепорты меня тоже крайне сильно волнуют. Потому что из краба они могут нас выселить. Замечательно. А я с ними знакомиться... Мама! Мама! Нет! Только не по мне, блин! Вы... Ааа! Черт! Припекло! Припекло, но он не попал. Лошара! Лошара! Так, давай спрячемся вот сюда куда-нибудь за горочку. По-моему, вот на этой стене я себя буду чувствовать примерно так же, как чувствуют себя мишени. Ах ты, черт! Главное добраться... Главное добраться в целости и сохранности. И не пропустить вход. Мне кажется, что я его уже... Ох ты, ё! Здорово, брателло! Я тут так просто... Я уже говорил. Я тут просто так мимо проходил. Не обращай на меня внимания. Я пролечу и все будет хорошо. Просто своими делами позанимаюсь. Тебе же не нужны эти ионные кубы. Я всего лишь за ними пришел. Чуть-чуть побурить. Блин. Так, по-моему, надо... Надо, наверное, на разведку бы вылезти. Давайте... Ах ты ж, твою мать! Где этот долбанный вход? Мне кажется, я его уже прошел. Или вот там вот зеленое свечение какое-то было. Ай, твою дивизию! Так, надо между скалами где-то спрятаться. Нет, по-моему, зеленое свечение это какое-то другое зеленое свечение. Надо спрятаться между скалами где-нибудь. Вылезти и разведать все это в ручном режиме. В смысле, в ножном ластами. Блин, везде зеленое свечение. Я не понимаю вообще, что искать. Я вообще просто-просто не понимаю. Вот вроде бы там зеленое свечение. Но черт его поймет. Ладно, давай... Давай мы сейчас на разведочку отплывем. Слава богу, что запасы кислорода у нас теперь до дури. Вот, наверное, вот там. Во, во-во-во-во-во-во. Сейчас. Сейчас проверим. Давай на глайдере так быстрее. Да оно везде зеленым светится! Че за дичь-то? Нет, не-не-не. Все точно. Это то зеленое свечение, которое надо. Можно возвращаться на краба. И валить туда. Блин, нехило я так пробежал мимо. Практически половину лавового замка пробежал. Бежал и спрятался неизвестно где. Теперь надо возвращаться обратно. Главное, не промахнуться снова. Потому что зеленого свечения я опять ни хрена не вижу! Господи! А, вот оно, вот оно, вот оно! Мне туда! И главное, там не рюхнуться в магму. Ну ладно, до магмы еще дожить надо. Сейчас нас император прикусит и досвидос. Подожди, где он? Где? Где это сраное зеленое свечение? Я его опять потерял. Я его опять потерял. А, вот оно. Вот оно, все. Буквально уже рядышком. Да, добро пожаловать. Давай-ка сваливать отсюда по-быстрому. Пока император нами не заинтересовался. Я надеюсь, что вовнутрь он за нами не полезет. Да, если и захочет, хрен пролезет. Надо было жрать меньше в детстве. Все. Я внутри. Мне больше ничего не опасно. Мы больше ничего не боимся. И теперь можно добывать здесь спокойненько ресурсы. Главное, не рюхнуться, как я уже говорил, в магму. Потому что что-то мне подсказывает, что жаростойкость у него не настолько большая. Надо было поставить этот самый модуль на дозаправку батареек от температуры. Я думаю, что мы могли бы ими обмазываться просто этими батарейками. И энергией тоже. Потому что сколько там на улице-то? 50 градусов. Давай кианитик заберем. Я сказал, что это такое? Нахрен пошла отсюда. Я сказал, пошла нахрен отсюда. Что, понравилось? Килька, блин. Но, правда, не в томатном соусе. В каком-то зеленом. В кишочном соусе. Ну, наверняка, так сказать. Все. Окучили. Пойдем дальше. Во, там, смотрите, там кристалл кианита есть. Его тоже можно подобывать. По-моему, император не сильно рад, что мы здесь. Так, так, так. Подожди. Эть, вроде бы. Да, вот, нам сюда. Только вопрос, где тут вход. В прошлый раз я его и без краба искал довольно долго. Что-то я его не вижу вообще. Давай, давай посмотрим, где, где вход. По-моему, вот он с той стороны находится. Не вот это ли он? В любом случае, правда, туда запрыгивать. Да, это оно. Это вход. Значит, возвращаемся в краба нашего. И будем пытаться туда забраться. Причем, если попытка будет неудачная. Так, погоди. Это же не краб. А где краб-то? Что-то, что-то я не всосал. А куда я... Твою мать! Краб-то где? Я потерялась, а! Гаде Петрович хреново. Так, вот, все, я краба увидел. Отлично. Забуриваемся. Вовнутрь. Пополните запасы жидкости. Интересно, откуда я сейчас здесь возьму запасы жидкости? Ой, господи. Жарко здесь, наверное, поэтому пить хочется. Так, давай вот сейчас на эту кишку запрыгнем. Не-не-не, подожди. Даже дальше. Давай вот сюда попробуем запрыгнуть. Есть контакт. Теперь вот на ту кишку, которая справа. Полетели. Полетели. Блин, стрёмно-то как, а? Есть. Теперь на крышу. Энергия восстановлена. Господи, что же, император, ты так орёшь-то, как резанный буквально. И вот теперь самое сложное. Для меня в играх всегда было очень сложно вот так вот сюда куда-то попасть. То есть упасть и тут же запрыгнуть обратно. Пожалуйста, давай вперёд. Фу, слава богу. Я уж подумал, что вдруг у него нету такой фишки, как движение вперёд, когда он летит. Если бы это было так, то это была бы жопа на самом деле. Так, ну что, всё, мы готовы добывать кианид. Спасибо огромное. Кстати, да, я только не так давно понял, что он автоматически собирает ресурсы. До этого я, как дурак, вот так вот чуть-чуть побурю, потом щёлкаю щупальцами, чтобы забрать его в инвентарь. А он, оказывается, всё сам собирает. Какой молодец. Кианид добыли. Теперь надо выбираться отсюда. Причём выбираться отсюда надо как можно быстрее, потому что я очень-очень сильно хочу пить. И я могу просто не успеть. Не хотелось бы здесь сдохнуть. Это будет вообще просто эпик фейл. Нам вот, вон, по-моему, внизу там пещерка. Нам как раз туда. Так, пожалуйста, пожалуйста, не промахнись. Есть контакт. И нам вот туда, вот в эту пещерочку. Блин, стрёмно-то как. Ненавижу я такие приколы. Давай попробуем на кишку сначала. Вот сюда. Ай! Ай! Ой, энергия, энергия! Чёрт! Чёрт! Да! Лех! Фух! Вот это я нормально так чуть не промахнулся. Блин, какой придурок строил так эту теплоэлектростанцию, что она висит прямо над лавой. Это же, блин, это может быть больно. А, кстати, мы же не кианид, да. Ионные кубы мы добывали. Что-то я, блядь, вообще туплю. Теперь я кианид путаю с ионными кубами. Это вообще просто фейл. Так, куда нам идти? Вроде бы сюда. Я говорю, у меня... Блин, немедленно пополните запас жидкости. Откуда я вам сейчас возьму запас жидкости? Я могу, конечно, в стаканчик пописать, но, по-моему, от этого ничего не изменится. Да и мне что-то подсказывает, что стаканчика у меня нету. Да и пописать здесь несколько неудобно. Так, нам вот сюда. Значит, что я предлагаю сделать? Я предлагаю сейчас где-нибудь здесь на выходе поставить нашего краба. И в быстром-быстром темпе ломануться, собственно, к нашему циклопу и пополнить запасы воды. Ну, тут, в принципе, одно из двух. Либо меня сейчас сожрет император, либо я попью. Либо я умру от жажды, если я пойду на крабе. То есть особо вариантов-то у нас и нету. Ну и потом можно попробовать дальше ломануться на самом циклопе уже вперед. Попробовать проплыть по краешку. Потому что мне кажется, что нам куда-то за замок. Вот мне что-то так подсказывает. Потому что на юго-юго-восток еще ниже. Юго-восток это за замком. Вот сейчас мы на северо-восток плывем. То есть, соответственно, нам в любом случае надо попасть куда-то дальше туда. И хотелось бы, наверное, вместе с транспортом туда попасть. Правда, что-то мне подсказывает, что если я туда пойду на циклопе, у нас могут начаться проблемы с императором. Потому что эта килька ему уже понравится. На вкус, скорее всего. На вкус не знаю, но по размеру он точно может подумать, что она вкусная. Так, давай мы запас воды пополнили. Давай еще. Спасибо. Надо на грядочку что-то положить. И, собственно, это тоже добить все. Ну и на будущее неплохо было бы с собой взять водички. А благо она у нас здесь есть. Пускай у нас с собой будет три бутылочки воды. Даже две пускай. Одну я сейчас вот все добили в водный баланс. Ну что? Надо думать. Наверное, наверное, все-таки на циклопе. Тихо и сапой. Будем продвигаться вперед. Я не знаю. Мне реально стремно. Потому что впереди у нас максимальная глубина 1300. То есть мы будем в пределах очень близко от максимальной глубины циклопа. И плюс там еще и император. И я не знаю, смогу ли я вообще пройти вот как-то вдоль, вдоль края вот этой вот полости. Я не знаю, как это назвать. Вообще, это неактивная лавовая госзона. Мне говорили, что я в неактивной лавовой зоне нахожусь, когда я был в забытой реке. В затерянной, забытой, призрачной. Короче, фиг знает. На самом деле, это была именно призрачная река. Ну, затерянная река. А неактивная лавовая зона, это там, где вот этот вот замок находится. А нам надо попасть в активную лавовую зону, как я понимаю. Так. Блин, вот этот долбанный император. Что мне делать? Я не хочу, чтобы он сожрал наш корабль. Кстати, всего 52% энергии. И пополниться-то у нас не получится. Не уверен, хватит нам этого или не хватит. Давайте переключимся на камеру. Отсюда видно получше. И попробуем тихой сапой, как я уже сказал, пройти вдоль. По левому краю. Можно было бы, может быть, и по правому попробовать. Потому что слева-то я был, а справа еще не был. Где проход у нас в лавовую зону, я хрен его знает. Пока мне это ни хрена все не нравится. Мне ничего не нравится. Вообще ничего не нравится. Блин, вообще, по идее, нам надо вот сейчас строго направо. Но там плавает император. И он нам просто пару раз кусь. И нас нет вместе с циклопом. Что несколько будет обидно. Учитывая то, что у меня на нем и ресурсы кое-какие есть. Блин, по-моему, это плохая идея. Может быть, все-таки на крабе? Да, мне... Так, здрасте, иди отсюда, телепортер хренов. Так, все-таки мне кажется, что лучше на крабе нам двигаться дальше. Так, по-моему, по-моему, он меня увидел. Ну, во всяком случае, этот гад смотрит прямо на меня. Прячется злый день. Так, не, фу, слава яйцам. Он ушел налево. Не заметил, не заметил. Давайте вперед. Вперед, потихонечку, потихонечку. Идем дальше. Вот там, там какая-то ниша есть. Может быть, туда стоит попробовать пройти? А-а-а, господи. По-моему, это очень плохая идея была. Идти сюда на циклопе. Нет, ребят, надо пересаживаться на краба. Надо пока поставить циклоп здесь. И пересаживаться на краба. Потому что мы не пройдем. Нам надо еще ближе, короче, подходить. К замку. А туда мы не пройдем. Так что я за крабом, ребят. Я понимаю, что я делаю очень много всяких непонятных действий. Трачу кучу времени. Так, погоди. Погоди секундочку. Но я в эту игру не играл до этого. И честно не знаю, что мне делать и в какой последовательности. Давайте поменяем батареечки. Так, так, так. Окейушки. Нет, питание там нам оно и не нужно. А вот в глайдере нам нужна новая батарейка. С собой у нас их нету. Поменяли. В общем, я все для себя делаю методом тыка. То есть я не знаю, куда мне надо плыть. Не знаю, что мне надо делать. И, соответственно, допускаю много ошибок. То есть я делаю много того, что делать не надо было совершенно. И на чем я трачу дофигища времени. То есть я сначала краба куда-то пригнал, бросил. Потом, видите, циклопа сейчас пригнал, куда-то бросил. Сейчас нам надо найти место, куда нам, собственно, спускаться. Сейчас я попробую пройти или на краба сразу сесть. Нет, давайте лучше сразу на краба сядем. И уже на крабе займемся изучением. Потому что там хотя бы не будет проблем с кислородом. Правда, там будут другие проблемы. В частности, с императором и с электричеством. Но, как говорится, это мы с вами как-нибудь переживем. Вот. В общем, добираемся до краба и отправляемся на юго-восток. На юг, юго-восток. Будем искать спуск в лавовую зону. В активную лавовую зону. Где, я надеюсь, находится главное здание предтечей. Или кого там. Ну, вроде да. Вроде их предтечами называют. Так, краб у нас здесь. Привет, малыш. Поехали. Я тебя тоже очень рад видеть. Нам надо на юго-восток. На восток, юго-восток. То есть, вот в противоположную сторону. Сейчас мы обойдем эту гору. И почапаем вдоль нее куда-то туда, на юг. Блин. Ах ты, еберный ты, театр. Мать твою, шлеп три раза. Вот это я чуть не обосрался. 79% у нас сейчас здоровья у краба. Надо бы его где-то будет починить. Но не здесь. Потому что здесь нас император может застать прямо вот в любой момент. Без штанов, как говорится. То есть, если я буду снаружи, мне кажется, я сдохну сразу же от такого плевка. Краб, как видите, пережил. Но ему тоже это не сильно понравилось. Итак. Значит, юг, юго-восток. Ну, в принципе, да. Вдоль вот этой стены. Направо. И здесь будет у нас телепорт. Блин, телепорт. Тоже иди лесом, блин. Что вы до меня все... Блин, твою маму. Надо срочно спрятаться за какой-нибудь стенкой. А или удариться об нее головой. Блин, какой я молодец. Так нет, лучше вниз. Промахнулся. Козлячья морда. На тебе, блин, в челюсть. На тебе хук слева. По-моему, ему не понравилось, короче. Да, он сдриснул. А нам надо чиниться. У меня 59% хп осталось. И ты иди отсюда. Иди отсюда, я сказал. По-моему, я ему в пах попал. Ему крупно повезло, что у него нет яиц. Иначе бы ему было бы очень больно. Но в любом случае он свалил. А у нас осталось только 47% здоровья у краба. Надо срочно чиниться. Так, что у нас там по энергии? 36% осталось энергии в нашей чинилке. Этого хватит на полтора раза, я думаю. Да, то есть вот сейчас дочиниться до 100% и еще разочек. Хотя нет, смотри. 29% у нас осталось. 28%. Ну да, еще на полноценный ремонт, в принципе, нам хватает. Все, крабик как новый. И поехали дальше. Юг, юго-восток. Короче, куда-то в ту степь нам надо отправляться. Надеюсь, что наш поход будет удачным. И нас никто не сожрет. Нафиг. Потому что шансы на это у нас огромнейшие. Пора свалить из ареала обитания этого говнаря. Тогда, может быть, у нас еще больше шансов будет выжить. Ой, блин. Да, стремновато, ребят. Стремновато, на самом деле. Идешь не знаешь куда. Вокруг какие-то монстрюки. Наверху мне эта игра нравилась значительно больше. А ведь кто-то говорит, что игра страшная. И не заходит, даже не спускаясь вниз, говорит, что игра страшная. То есть играя на поверхности исключительно. Блин, интересно, что бы эти люди сказали, если бы им пришлось сейчас вот здесь вот где-нибудь ходить. Так, вон иди. Слушай, что он так воет? Зубы у него, что ли, болят? После того, как я ему врезал. Ну так нефиг было на грине нарываться. Грине круто, особенно когда он на крабе. Что-то у меня такое ощущение, что я уже прошел куда-то мимо. Потому что, ну да, юго-восток, но спуска вниз я... О, подожди, там есть спуск вниз. Кажется, мне туда. Кажется, мне туда. Будем спускаться еще ниже? Да, здесь определенно жарче, или мне кажется? Что-то красный орел какой-то был такой. Нет, по-моему, здесь все то же самое. По-моему, все то же самое. Ой, ну, надеюсь, надеюсь, что я уже рядом. Сейчас посмотрим. Так, императора не видно. И, в общем-то, не видно, куда нам вообще идти. И зачем? Так, это титан. Здесь никакого спуска нету. Ой, блин. Что-то энергии, кстати, 63% остается всего. Что-то как-то мне это все не нравится, ребята. Все это мне сильно не нравится. Мне кажется, что я сейчас обойду просто вокруг замка и приду туда же. Приду к своей базе. Ну, либо я найду таки спуск вниз. В любом случае, продолжение будет уже, скорее всего, в следующей серии. Если я сейчас найду спуск вниз, то на этом мы с вами и остановимся. Если вам понравились эти блуждания, обязательно ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Опаньки, да, мы нашли это, кажется. Подписывайтесь на канал, заходите в группу ВКонтакте, на стримы, везде буду рад вас видеть. Ну, а с вами был Гринни с репортажем из пекла. Всем пока-пока и отличнейшего настроения. Так, а я сейчас, по-моему, не, нормально, приземлился. До новых встреч, ребята. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»